Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что, походу долгожданный выход из треугольника, который ожидали локально, он уже совершается, но и также глобально, потому что этого ждали 7 лет и наконец-таки мы видим что-то похожее на выход из такого глобального треугольника, который был сформирован еще с времен All Time Higher начала 2018 года и, соответственно, сегодня мы об этом поговорим, поскольку цена XRP сейчас торгуется около 65 центов. И что самое интересное, на месячном таймфрейме здесь образовался бычий флаг и по моим предположениям, как и ранее, я заявлял то, что мы действительно здесь можем уже увидеть долгожданный выход наверх, в то время как СМИ иностранные говорят о том, что все-таки SEC подаст апелляцию и все будет плохо и так далее и тому подобное. На самом деле это не что иное, как вытряхивание холдеров и также это подогревается тем, что Крис Ларсон переводит миллионы XRP на биржу и это все происходит вот на фоне данного фуда. Поэтому я считаю, что здесь определенно мы уже видим полноценный разворот XRP и, конечно же, если вы продали XRP, то вы можете увидеть нечто подобную картину и, соответственно, конечно же, пожалеть о своей продаже. Но что касается рынка криптовалют, то на текущий момент времени, что примечательно, то что рынок криптовалют неуклонно так рос и биткоин, в частности, достиг отметки 66 тысяч долларов, при этом не сделав какой-либо коррекции. То есть мы пока что на дневном таймфрейме выходим наверх, пытаемся закрепиться выше отметки 66 тысяч долларов, но здесь не было даже малейшей коррекции, там даже похода на 64 тысячи долларов, на 62 тысячи долларов, поскольку если такая коррекция будет, то она, в принципе, вернет XRP обратно уже к отметке 60 центов, но все будет зависеть от того, как XRP сейчас вырастет. На самом деле, я считаю, что это уже не имеет значения, я считаю, что полноценный разворот рынка уже начался, многие сейчас, на самом деле, ютуберов я не смотрю, русскоязычных, я, честно говоря, не знаю, о чем они думают. Мне кажется, что толпа сейчас ждет какое-то падение, снижение, в особенности по инструменту XRP, да, и они, ну, шортят, да, и чтобы заработать еще больше денег. Я считаю, что в этот раз уже шорт будет фатальным, да, почему? Потому что данная толпа уже будет высажена с XRP, и об этом нам говорит график. Что нам говорит график? График нам говорит о том, что мы пытались в октябре 2023 года пробиться выше и закрепиться выше отметки 66 центов, не получилось. Затем в декабре 2023 года тоже не получилось, в марте 2024 года тоже не получилось, и вот в июле пытались дойти, но даже сюда не дошли. Сейчас ситуация совершенно другая, сейчас ситуация такова, что мы уже готовы ее пробивать. Месячный таймфрейм действительно нам говорит о том, что здесь вырисовывается фигура бычий флаг, и мы действительно можем выйти далеко наверх, и цена все-таки здесь, я думаю, будет минимально доллар. Если мы говорим про начало уже полноценного бычьего цикла, то я считаю, что в данном бычьем цикле, я думаю, что XRP вполне себе перебьет 3,5 доллара. Если мы говорим про, значит, те отметки, которые он достигал, дно, которое у нас было, это 2,90, то есть это 1000%, если XRP даст, то 2,90 мы можем ждать по XRP. И причем это даже может быть на фоне того, что сет не подаст апелляцию или же наоборот подаст. То есть на самом деле это как бы не будет иметь значения, потому что здесь уже, как по мне, события уже вписаны в график будущее. И нечто подобное было с ENA, потому что на ENA мы заработали, а после того, как мы заработали и выкупали ее по 20 центов в Телеграм-канале, есть, значит, скриншот покупки BlackRock, сообщили, что они там будут сотрудничать с этим проектом. Соответственно, здесь мы увидели уже, как говорится, продажу на новостях, потому что новости вышли здесь, а не выходили на дни. Вот что самое интересное. Ну, а что касается, значит, XRP к битку, да, если мы посмотрим, то есть я считаю, что в ближайшее время мы все-таки увидим пробой 66 центов. Это сопротивление, которое сейчас будет штурмоваться по, значит, XRP-BTC паре. Здесь мы видим, что пока что у нас торговый диапазон без изменений как раз таки здесь. И там 920 сатоши-1020 сатоши у нас, в принципе, пока что диапазон сохраняется. Я думаю, что в ближайшее время, если будет пробита отметка 66,5 центов, то мы здесь увидим там район 1075 сатоши. И, как следствие, даже можем увидеть выше. Но пока что действительно, если мы будем смотреть ситуацию к биткоину, то здесь, куда мы можем вырасти, это там район 1234 сатоши, то у нас есть сопротивление к биткоину. Но в целом, если мы говорим про рост в два раза, то есть рост на 100%, то, соответственно, мы можем дойти свободно в район 1346 сатоши, 1500 сатоши, то есть сюда. То есть еще запас роста, как ни крути, есть. И я думаю, что цена XRP определенно будет выше 70 центов. Это может быть, если получится в этом месяце, хотя остается еще один день, либо уже в октябре полноценно. Что касается, значит, примечательного то, что растет XRP, растет XLM, то есть на самом деле эти две криптовалюты параллельно растут, как только XRP дергается, дергается XLM и наоборот. Поэтому здесь тоже, в принципе, что мы видели? Мы видели накопление, мы видели отметку около 6 центов в 2022 году. И здесь, конечно же, диапазон торговли был меньше, но в целом, кстати, в июле тоже XLM вырос. И вот сейчас XLM в боковике находился долгое время. Вот если здесь не брать вот эти пин-бары, не брать вот эти свечи, то есть тени свечей, то, в принципе, здесь тоже боковик и, как следствие, выход наверх. Здесь, я думаю, что мы можем увидеть район 16 центов в ближайшее время. Что касается, значит, интересно вот то, что локально, в принципе, мы уже вышли из треугольника. Если мы говорим, значит, про глобальную картину за 7 лет, то, соответственно, то, что мы видим сейчас, это случается впервые за 7 лет. И мы можем, в принципе, увидеть рост. И я считаю, что вот данный, конечно же, рост, он, конечно же, последует высоко и надолго. Потому что, на самом деле, здесь прорывается с точки зрения технического анализа очень такая важная фигура. Треугольник, он был сформирован не год, не два, не три и даже не пять, это 7 лет. 7 лет потребовалось, чтобы сформировать его. И я думаю, что мы действительно здесь можем увидеть хорошие такие цены. То есть, если мы говорим про текущие, да, вот даже текущая покупка, которая может быть у вас сейчас, она может дать в этом бычьем цикле 3-4 икса. Если мы говорим там про тех холдеров, которые держат XRP еще с 30 центов, то, в принципе, я думаю, что 6-7-8 иксов вполне себе можно увидеть. И причем все, что потребуется сейчас от вас, это просто не продавать XRP. Что также нужно отметить, что это страшный, конечно же, прогноз для тех, кто продал XRP, да, потому что мы увидим нечто подобное. И, как следствие, вот здесь может быть показан непосредственно график, который был в 2021 году, когда XRP достиг доллара 96. И, как следствие, мы можем пробить, просто проскочить этот уровень доллара 96 и пойти намного-намного выше. Что также нужно отметить, что почему бы просто не сжечь XRP, технический директор Ripple сомневается в новой инициативе XRP-L. И, значит, он ставит под сомнение необходимость нового токена вместо простого сжигания XRP, стоит отметить. И, так или иначе, вот Дэвид Шварц еще ранее заявлял про сжигание, как бы, XRP, оно никак не поможет делу, не поможет проекту. И нужно отметить, что это добавляет времени, например, управление двумя токенами может привести к потерям от разбавления для держателя XRP. И также здесь говорится о том, что, стоит отметить, что некоторые защелят это предложение, утверждают, что в сжигании XRP ради возможности программирования сделать смоконтракты слишком дорогими, если XRP повысится. Также подчеркивается, что здесь самодостаточная система, в которой держатели XRP смогут эффективно покрывать комиссии ХУП за счет инфляционных корректировок баланса. На самом деле, здесь, конечно, много кто говорит о том, что следует сжечь половину циркуляции XRP, как это было с XLM. У XLM всего 50 миллиардов циркуляции, может быть, XLM, да, у XRP 100 миллиардов. Но, как мы видим, в принципе, по Stellar это ему не помогло, то есть, этому проекту, и он все еще сейчас торгуется довольно-таки дешево, ну, по отношению к XRP. Если мы говорим про шансы, да, которые есть сейчас, то XRP бросает вызов шансам взрывным ралли, несмотря на давление SEC. И стоит отметить, что XRP сломил сопротивление, опередив биткоин и эфириум. Также SWIFT поддержал XRP, бросив вызов традиционному банковскому делу. Ну, и здесь стоит отметить, что по SWIFT-у делосек приобретает угрожающие масштабы, а слухи его предстоящей апелляции подрывают масло в огонь неопределенности в рынке. Но даже несмотря на это, XRP как бы поднимается в цене. Также недавний рост курса XRP был вызван слухами, циркулирующими в Твиттере, о его потенциальном партнерстве со SWIFT, глобальной сетью, межбанковских сообщений. Хотя в сети много разговоров ни SWIFT, ни Ripple не предоставили официального подтверждения на текущий момент времени. Поэтому я считаю, что сейчас XRP растет, это чисто технически вызвано. То есть, как ни крути, пока что не случилось того желаемого роста, который бы хотелось бы видеть, а именно выход за 66 центов и как следствие подъем на 74. Только тогда можно уже, в принципе, говорить и думать о том, что XRP действительно пойдет далеко и надолго наверх. По рамках текущих реалий, даже смотреть, если пару XRP BTC, то на самом деле мы еще оставим в боковике. То есть, мы еще пока что никуда не выходим. Ну и пара XRP USDT тоже это подтверждает. То есть, 66,5 центов мы пока что не пробиваем и пока что стоим. Но в целом уже есть подвижки, уже, в принципе, так или иначе у нас есть торговый диапазон уже новый. Это 66 центов и поддержка 63 цента. Соответственно, вот здесь выход. Здесь, ну я считаю, что здесь будет проторговка какое-то время, да, но выход уже за диапазон, я считаю, что выше, она уже, в принципе, вот эта ситуация будет нам давать много чего интересного. Например, того, что XRP наконец-таки может выйти полноценно на новый бычий цикл и уже значит не то, что локальный хай там перебить 94 цента, но и также перебить тот локальный хай, который был в 2021 году, это доллар 96. Как только мы это сделаем, я считаю, что цена XRP уже может пробивать all-time high и идти еще выше. Поэтому здесь нужно набраться терпения, потому что на самом деле сейчас шортить рынок и что-то продавать вообще не имеет никакого смысла. По одной простой причине, потому что бычий цикл уже на носу. Биткоин, когда совершает халвинг, зачастую после там 6 месяцев до конца года совершается новый бычий цикл. И хомяки, которые шортят, которые тратят деньги на фьючерсы, которые просто отдают их бирже, они теряют, они теряют и они пропускают эти биржи. Ну или просто человек, который вышел из монеты и просто смотрит, как они летят наверх. Я считаю, что это ошибки и считаю, что вот этот остаток 2024 года, 2025 год нужно провести в крипте, чтобы максимально заработать и выйти максимально высоко. Ну а с вами был КриптФТ, всем пока и до встречи.